Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Украине. Зачитаю сводку новостей, что пишут российские и украинские издания. Покажу на карте, где сейчас происходят основные бои. Так, Бахмут и Вагнеровцев меняют на кадровые войска. Оккупанты медленно наступают. Так, вот последняя информация. Россия заменяет террористов группы Вагнера на регулярные подразделения, поэтому интенсивность наступательных действий оккупантов на бахмутском направлении существенно снизилась. Ну да, сейчас уже ЧВК Вагнер вышли из Бахмута, заменили кадровые войска. Наступать как бы они не привыкли. Вагнеровцев бросали как пушечное мясо. Пригожин их не жалел. По последней информации, он говорит, мы потеряли там 20 тысяч типа. Можно умножать еще на 2. Поэтому наступление все задохло. Сейчас армия РФ здесь подтянулась, держит оборону. Так, по словам Анны Маляр, россияне пытаются стабилизировать оборону в этом направлении, однако ВСУ не дают этого сделать. В то же время, пишет Маляр, интенсивность аражеских обстрелов не снизилась. По ее словам, украинские войска контролируют окрестности города в юго-западной части в районе самолета. Пригожин говорил, типа, мы все взяли, полностью оккупировали. Чуть-чуть не взяли. Вот здесь, здесь синим-красным горит. Здесь вот юго-западная часть. Здесь вот они не успели взять. Ну, Пригожин, настрать. Но главное, Путин доложил, что все, мы захватили. Типа, он умывает руки. Маляр отметил, что на севере пригорода Бахмута также происходит замена вражеских подразделений. А к югу Россия предпринимает пытки усилить и нарастить армейские подразделения. В общем, все, сейчас там Россия уйдет в оборону. Ну и вот последняя сводка по фронту, как она выглядит. На фронте наблюдается относительное затишье по сравнению с предыдущими месяцами. За сутки враг атаковал всего 19 раз. География так, несколько необычная. Так, впервые за долгое время россияне пошли в атаку на Шахтерском управлении в районе Великой Новоселки. Что к западу от Углидара. Сейчас покажу. Вот Великая Новоселка здесь, Углидар. Вот здесь сейчас армия РФ что-то попыталась как бы пойти в наступление. Думаю, там продвинуться не удалось вообще. Потому что Вагнеровцы в основном пробивная сила. А все эти мобики, они там, как сказать, небоеспособны. И сегодня вот враг атаковал Украину десятками дронами камикадзе и крылатыми ракетами. Сбиты не менее 40 воздушные цели. Но это лишь предварительная информация. В общем, в последнее время, да, стали обстреливать украинские города очень интенсивно. Особенно эти дроны камикадзе, шахеды 136. Здесь два видеоролика, я издам ссылку, посмотрите. Влеконное видео ожесточенных боев за дорогу жизни в Бахмут. В результате успешной боевой операции ликвидировано 30 российских оккупантов. Сейчас идет битва за Бахмут, вот не за Бахмут, а за дорогу часов Яр-Бахмут. Вот это направление. И вот как раз здесь пишут, что там вот основные события разворачиваются. Третья отдельная штурмовая бригада опубликовала полное видео штурма оппозиции россиян у дороги жизни в Бахмут. Речь идет о шоссе Т-0504 от часового Яра через Хромово на Бахмут. Здесь видно, что в ходе боевого задания бойцы заходят на вражеские траншеи и при поддержке дронов под альтерийским огнем противника считают зачистку, уничтожают оккупантов на расстоянии нескольких метров. Здесь есть ролик, я дам ссылку, посмотрите, как все там бои идут около Бахмута. Отмечается, что в результате успешной боевой операции ликвидировано 30 оккупантов. Третья группа отбросила россиян от дороги жизни, сделав невозможным удержание трассы под огневым контролем врага. Вот хорошо, что ролики еще показаны, что как, сами посмотрите, как это вот в жизни. Поэтому другие говорят, а там нет потерь россиян, вон, только в одном месте за один бой 30 оккупантов, убитых только, раненых еще на 3 умножайте. А Коношенков их не там, клоун его называют. В российской армии потерь нет, в российской армии потерь нет. Пускай он посмотрит кладбище там в России. Под Бахмутом Пригожин сказал 20 тысяч только уничтожено, и то соврал. Говорю, скоро вся Россия будет в кладбищах, а Коношенков это бесит, говорит, клоун их. Дрон Камикадзе уничтожил российский бронеавтомобиль вместе с оккупантами. Вот, такие хитрые дроны, у них там боевой заряд, и вот здесь тоже ссылку посмотрите, как это все происходит. Украинцы, украинские бойцы показали мощное видео атаки на полном ходу. Вот как раз вот, это сам их бронетранспонтер едет, за ним дрон гонится. Операторы украинского дрона в очередной нас успешно атаковали российскую технику. В СУ с помощью дрона Камикадзе уничтожили вражеские бронеавтомобили вместе с двумя оккупантами. Вот, видео опубликовано в сети. Сейчас посмотрите, здесь они ехали, а дрон такая за ними, они прямо на броне сидели здесь впереди. И дрон так бах, и все, и готовы парни. В общем, не дай бог это. Такая война, сейчас только в основном дронами воюют. Все поняли, что это очень страшное оружие, усовершенствованное. Сейчас поэтому все боятся уже этих дронов. Очень хорошо украинцы в СУ использовали дроны, которые турецкие, вот это вот, да, Байрактар, вот это вот помогло им здесь. Но еще такими дронами очень умело пользуются, такими небольшими. Скупили все дроны, говорят, за границей, там, на Алиэкспрессе, в СУ, в Украине. Они большими партиями их скупали, а потом приспособили такие бомбочки ставить. И молодцы очень такие сообразительные украинцы. Говорю, вот, и очень большие потери армии РФ несет на первой линии, вот, потому что эти дроны очень много убивают российских солдат. А вот армия РФ сейчас очень сильно обстреливала украинские города, и Киев тоже. А в СУ ночью уничтожили 37 крылатых ракет и 29 дронов-шахидов. Вот последняя информация, да, как раз здесь, что не успевая сбивать, говорю, сейчас прямо в бал атак этих идет беспилотников. Вот, в СУ уничтожили написаны эти шокеды, 136-е и 37 российских крылатых ракет. Это называется террор уже мирных городов, это уже не война, а уже беспредел полнейший. И вот сейчас еще потери армии РФ напоследок. Немножко уменьшилось сейчас, бои стихли, как бы нет такого наступления, все стало, как сказать, уже на позициях. Все в обороне, в основном, в СУ сейчас пока не прошло наступление. 27 тысяч потери армии РФ, 430 за сутки, заявляет Генштабе ВСУ. Так, вот, 4 танка, 11 БТР, БМП, 10 артиллерии, очень много этих беспилотников сбило. 61 пишут вот здесь, да, 61 беспилотник, представляете, это Иран, говорю, вот, если б не Иран, наверное, легче было все-таки ВСУ противостоять этим атакам, потому что Иран, это, в общем, помогает России большими количествами этих шахедов и другими еще, там, орланами эти, или какие-то там, еще модификации. В общем, вот графика 207 тысяч, здесь все показано, говорю, и вот эти вот беспилотники, говорю, терроризируют, просто, говорят, это не война, это террор украинского населения. Уже, говорят, 10 миллионов уехало украинцев, специально Путин все это вот не воюет по-честному. Называется война, воюй там, да, но вот этими вот обстрелами мирного населения, мирных городов, это не война, ребята, это уже, я считаю, это полнейший беспредел. Так никто не воюет, если хотите воевать, идите в бой, воюйте там друг против друга. А что мирные города эти, где люди спокойно живут, едят, спят, вот по ночам их обстреливать, не дай бог, конечно, говорю, вот такая ситуация в Украине. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.